Дорогие друзья, снова приветствуем вас на уроке субботней школы с Заокским университетом. Мы продолжаем с вами исследовать очень интересную книгу Нового Завета «Послание к евреям». Сегодня нашему вниманию предлагается урок шестой, озаглавленный «Так, Иисус, верный первосвященник». Тема первосвященнического служения Иисуса Христа в небесном святилище – чрезвычайно важная сатриологическая тема. Мы понимаем так, что спасение не завершилось на Голгофском кресте, как думают очень многие верующие. Иисус Христос не поставил точку в спасительном процессе на Голгофе. Христос продолжает свое спасительное служение в небесном храме, но уже в новом статусе. Не в статусе жертвы, как это было, скажем, на Голгофе, а в статусе первосвященника. И вот сегодня мы начинаем эту очень большую и очень серьезную тему, связанную с первосвященническим служением Сына Божия Иисуса Христа в скинии истиной, в небесном святилище. Но прежде чем мы перейдем непосредственно к рассмотрению материала «Послание к евреям», я хотел бы обратиться к участникам нашей дискуссии сегодня, преподавателям кафедры теологии Заокского университета Эдуарду Михайловичу Егизариан, Анатолию Анатольевичу Симушову, директору библиотеки Заокского университета Ирине Сергеевне Забродиной, обратиться с вопросом общего плана. Для чего вообще был установлен институт священства и в чем суть института священства? Пожалуйста. Ну, если позволить, я начну. Вообще священник – это взаимосвязь между Богом и человеком. Это связующее звено, это мост между Господом и человеком. Не зря ведь в освятилище, и это очень хорошо и наглядно продемонстрировано именно в освятилище, священник или первосвященник мог входить туда, в такие сферы, если можно так сказать, куда не было доступа ни одному человеку. То есть, иными словами, он представлял народ перед Господом, и в то же время он представлял Господа перед народом. А зачем нужен этот мостик? Зачем нужно вот это звено промежуточное? Почему человек напрямую не может сообщаться с Богом? Ну, вот интересно, как в этой связи, в книге пророка Малахии, мне даже кажется, что в одном из предыдущих уроков мы уже обращались к этому тексту, в книге пророка Малахии во второй главе, в седьмом стихе говорится, «Ведь люди полагаются на слова священника, слышать хотят наставление из уст его, он вестник Господа воинств». То есть, иными словами, священник – это тот, которому Господь открывается, это тот, в отношении которого есть воля Божья, сообщенная для всего народа. Поэтому священник выступает в роли учителя, в роли наставника, закона ищут от уст его, как об этом синодальный текст говорит, вот этот же самый текст. Он вестник, он тот, кто Господа представляет. Вот в этом, собственно, заключался замысел Божий, то есть и священник в данном случае – это тот, кто представляет волю Божьей. Спасибо. Но всё-таки почему возникает необходимость в таком институте посредничества? Почему, я хочу повторить свой вопрос, человек напрямую не может сообщаться с Господом? Ну, наверное, это связано с тем состоянием, в котором пребывают люди в силу грехопадения. То есть, Эдемский, когда мы читаем книгу «Бытие», в Эдемском саду человек имел возможность непосредственного общения с Богом, но в силу греха возникает вот эта разобщенность, человек стремится укрыться от Бога. Не так давно мы изучали как раз книгу «Второзаконие», и неоднократно на уроках подмечался вот этот вот парадоксальный момент, когда Бог открывает себя Израилю, то есть намерен явить себя, общаться, желает, чтобы были тесные взаимоотношения. Но народ сам говорит, вот этот Бог, Он такой страшный, Он великий, Он огонь поедающий, мы боимся. Поэтому, обращаясь к Моисею, они говорят, давай вот ты будешь с Господом разговаривать, и ты будешь Ему передавать, а иначе мы боимся, что мы погибнем. То есть, понимая вот эту пропасть, которая разделяет человека с Богом, когда Господь устанавливает систему, потому что священник, он же, первый священник, он не сам по себе, это часть как бы вот этого комплекса, связанного со служением, с принесением жертвы, храмом или скиней, и функциями священника, которые вот координируют это всё. То есть, институт священства, он как бы подчеркивает проблему, я бы так сказал, трагедию человеческого рода. По причине греха падения человек не в состоянии сообщаться с Богом, святым, чистым, непорочным. Для человека грешного Бог, как вот есть такое выражение в священном Писании, огонь поедающий. В святом присутствии Божьем греховное просто существовать не может. Хорошо, давайте теперь мы перейдем непосредственно к тексту, послания к евреям. Я предлагаю открыть пятую главу и прочитать первые четыре текста, в которых как раз таки описывается вот это служение, служение посредника, священническое служение. И апостол здесь перечисляет некоторые требования, которые предъявляются к земному священнику. Пожалуйста, прочитайте. «Всякий первосвященник из людей на служение, призываемый для людей, и предстает пред Богом, чтобы приносить дары и жертвы за грехи. Он должен уметь быть снисходительным и к тем, кто просто ничего не знает, и к тем, кто сбился с пути. Он ведь и сам не свободен от слабостей, и потому должен приносить жертвы не только за грехи народа, но и за свои. Никто сам не может занять такое почетное место, если не призван Богом, как и в свое время Аарон был призван». Спасибо. Вот давайте попробуем выделить здесь основные элементы или основные составляющие первосвященнического служения. Ну, прежде всего, мы еще раз подчеркиваем саму суть этого служения, она в первом тексте для людей и предстает перед Богом. Вот как раз-таки здесь описан этот мостик. Да. Каким он должен быть? Первое качество – снисходительным. А снисходительным – это что значит? И почему первосвященник должен быть снисходительным? Это означает ли это то, что он должен закрывать глаза на грехи людей, как бы снисходить к ним в том смысле, что слаб человек, грешен человек. В этом смысле он снисходителен или в каком? Ну, скорее снисходителен в том, что понимает вот эту вот испорченность человеческой природы и потому может должным образом как бы ходатайствовать и представлять народ. Здесь можно вспомнить, хотя Моисей не был священником в строгом смысле этого слова, он как бы над этим институтом стоял, но история отступления израильского народа у Синая и потом молитва Моисея, она очень показательна, когда Господь говорит, ну вот я давай уничтожу этот народ и от тебя произведу народ, с которым я заключу завет, то Моисей говорит, да, они, конечно, отступили, то есть как бы не идет заглаживание вины, то есть как бы нивелирование вины, что, дескать, ничего не произошло, да, они отступили, они согрешили, но ты же ведь Бог праведный, ты Бог, который клялся их отцам, вот, что же скажут другие народы, то есть вот он как бы с одной стороны слабость человеческую понимает и учитывает, с другой стороны он понимает святость Бога и вот как бы пытается найти вот эти вот точки, где можно. Но мне кажется, что здесь объясняется, потому что он и сам не свободен от ошибок, то есть он не может, священник не может предъявлять человеку такие требования, в которых он сам, так скажем, не дошел до какой-то, ну, до какого-то, может быть, морально-нравственного образца. То есть он реальный представитель грешного человечества, если можно так сказать. Он из той же плоти и крови, он такой же грешник, нуждающийся, здесь такая парадоксальная вещь, он выступает в роли посредника, но он сам нуждается в посредничестве. Поэтому из-за себя приносил жертвы. Да, да, совершенно верно. Еще на какие моменты мы можем обратить внимание из этих текстов, связанные со служением земного первосвященника? Вот мне очень нравится, что вот с этим словом «снисходительный» в современном переводе сделано, чтобы он умел быть снисходительным к разным людям. Как в другом месте написано, как кощунствующим, а здесь вот очень хорошо написано, как просто ничего не сдающим людям, и как тем людям, которые на самом деле отступили. То есть вот это правильное понимание человека, кто стоит перед ним, как перед священником, какие именно слова сказать, что именно сказать, кого-то нужно ободрить и наставить, а кого-то, может быть, нужно сделать достаточно серьезное внушение. И поэтому вот это очень важно. И вопрос в наставничестве и в научении, это всегда говорилось, особенно в левитам, что обязанность священников и левитов, и первосвященников – это наставление, это обречение, это провозглашение воли Божьей, это постоянный призыв к верности. Да, да, замечательно, пожалуйста. Мне кажется, что здесь вот автор делает очень важный акцент и в первом стихе, и в четвертом стихе на то, что священник поставляет не сам себя. То есть это божественное определенное избрание, Господь поставляет священника, это его выбор, и Господь руководствуется определенными критериями, о которых мы знаем из книги «Исход», из книги «Левит», Господь руководствуется определенными критериями. Поэтому дальше апостол будет объяснять, по каким критериям или в соответствии с какими критериями Иисус Христос, как первосвященник, он связан с подобным богоизбранием. Спасибо, да, замечательно. Ну и мы, может быть, должны напомнить нашим слушателям, кому доверено было вот это служение, посредническое служение, священническое служение в истории народа Божия, в истории израильского народа. Ну, а Аарон и его потомки, но тоже это не было безусловным. Ну да. Да, потому что история показывает сначала вот двое сыновей Аарона погибли, потому что они нарушили устав. Позже в книге «Царство» мы читаем о том тоже, как произошла смена священства в силу того, что Ильи и его сыновья не справлялись, не выдерживали тот высокий стандарт, который был заявлен для священника. Спасибо. Хорошо. Следующий вопрос звучит так. Являлся ли этот установленный самим Богом институт священства, посредничества в Ветхом Завете самодостаточным? Или он все-таки указывал на что-то большее? В общем-то, наряду с такими вещами, как отдельно взятая личность и отдельно взятое историческое событие, святилище является одним из трех таких явлений, которые выступают в роли типов в Ветхом Завете. То есть это некое явление, на которое мы можем смотреть не просто как на какое-то определенное историческое событие или явление, благодаря действию и служению Христа оно имеет христологический акцент и оно же имеет эсхатологическую направленность. Поэтому здесь, когда мы рассуждаем о святилище, мы говорим о типологической такой взаимосвязи. То есть это не просто явление исторического характера или свойства. Оно обязательно преображается и обретает более значительные масштабы богословские и прочие в служении Иисуса Христа, ну и еще большие масштабы обретает в эсхатологическом завершении. То есть, другими словами, каждый священник, первосвященник в народе Божьем Указывал на что-то большее. Да, он представлял собою Христа. Он был образом Христа как истинного первосвященника. И, конечно же, служение истинного первосвященника является спасительным в реальности. Да, пожалуйста. В послании к евреям два момента упоминаются, которые как раз-таки указывают, что сам институт священства и земного святилища, он не был самодостаточен. Первое – это то, что мы сейчас прочитали, что первосвященник при всех тех высоких функциях, которые были ему доверены, сам был не свободен от слабости. То есть, на самом деле, он не мог в полной мере выполнить вот эту посредническую функцию. И когда он приносил жертву за себя, то, по большому счету, он тоже нуждался в том, чтобы кто-то за него ходатайствовал. Это один момент. А второй момент, который чуть позже в послании к евреям обозначается, в 9 и в 10 главах связан с тем, что жертвы, которые приносились этими самыми священниками, они не были способны очистить тех людей, которые эти жертвы приносили. Потому что очищение не совершалось кровью тельцов и козлов, как сказано позже. То есть, должна была быть принесена другая жертва, которая могла быть способна. То есть, вот это указывало на то, что институт священства, он такую вот пророческую функцию выполняет. Давайте прочитаем отрывок из 7 главы послания к евреям с 23 по 28 тексты, чтобы выделить здесь те основные отличия в служении Иисуса Христа как первосвященника, отличия его от земного первосвященника с 23 по 28 тексты. Пожалуйста, прочитайте. Прежние священники, хоть и много их было, менялись, потому что смерть рано или поздно прекращала служение любого из них. Христос же пребывает вечно, и священство его неприходящее. Потому и дано ему окончательно и навеки спасать всех, кто приходит через него к Богу. Вечно жив он, чтобы ходатайствовать за них. Это тот именно первосвященник, какого так недоставало нам. Святой, злу непричастный, непорочный от нас, грешный, удаленный и выше небес вознесенный. Ему не нужно приносить, как это было у прежних первосвященников, каждодневные жертвы ни за собственные свои несуществующие, мы знаем, грехи, ни за грехи даже народа. Он сделал это однажды и навсегда, принеся себя самого в жертву. По закону первосвященниками становились люди, хотя все они не без слабостей. Обещанием же, которое с клятвой было дано уже после закона, в первосвященнике поставлен сын вовеки совершенный. Спасибо. Спасибо. Смотрите, как много отличий от земного первосвященника. И первое, что бросается в глаза, самое первое, в чем отличие Иисуса Христа как истинного первосвященника от земного? Временное и вечное. Временное и вечное, да. Пожалуйста, Ирина Сергеевна, еще. Согласно тексту. Святой, злу непричастный, то есть не имеющий собственных грехов, непорочный. Это 26-й текст, памятный, основной текст нашего урока. Превознесенный выше небес. Никого из земных священников так нельзя было назвать. И вот самое главное, что однажды и навсегда принесший жертву, которая покрывает грехи всех живущих на этой земле, тех людей, которые в Ветхом Завете верили, что символически, возлагая руки на животного, исповедуя свои грехи, зная о том, что придет настоящий первосвященник, у нас будет настоящая жертва, которая принесет спасение. При этом вот интересно, что если раньше мы читали, что священник должен быть снисходительным, потому что он сам не свободен от слабости, тем не менее во Христе, несмотря на то, что он святой и непорочный, тем не менее в его лице мы все равно имеем того первосвященника, который снисходителем по отношению... А почему? Почему он может снисходить к немощам нашим? Ну, это тема не седьмой главы, а пятой главы, да. И это отчасти еще связано с одним из наших предыдущих уроков четвертым, когда мы говорили о том, что Иисус наш брат. Вот эта идея того, что Иисус наш брат, она не сама по себе, это как подготовительный момент к утверждению первосвященства Иисуса. То есть то обстоятельство, что Иисус полностью был человеком, так сказать, из той же плоти и крови, что и мы, является свидетельством в том, что Он разделяет с нами вот это человеческое естество, и потому может нас представлять. Он как бы не просто сторонний, а вот может представлять. И в пятой главе сказано, что Сын Божий Иисус научился тогда через страдания послушанию беспредельному, и так был он окончательно приготовлен к тому, чтобы стать источником вечного спасения для всех послушных Ему. Потому и провозгласил Его Бог первосвященником по чину Милхиседека. То есть речь, конечно же, не идет о том, что Иисус был непослушным. Речь идет о том, что вот этот вот путь, который Он прошел, земной жизни, Он продемонстрировал, что Он действительно может представлять человечество. Потому что Он был в той же плоти, Он пережил те же испытания, но остался верным, то есть Он совершенный, вот злу непричастный, как было сказано. Поэтому вот идеально подходит для того, чтобы стать вот этим мостом, соединяющим Бога с человеком. Павел называет его вторым Адамом. Да. То есть человеком во всей полноте человеческого естества. Он истинный, Он истинный человек. Будучи Богом, по сути, Он в то же самое время и человек. Он стал человеком ради нас, ради нашего спасения, чтобы вот перекинуть спасительный мостик между нами, грешниками и небесным Отцом. Хорошо, давайте вернемся к пятой главе. Анатолий Анатольевич нас уже вернул к пятой главе. Здесь вот есть интересные слова. В пятом тексте говорится о том, что Христос не сам присвоил себе высокую честь быть первосвященником. Перед этим говорилось о том, что никто сам не может занять такое почетное место, если не призван Богом. Так и Христос тоже не сам себе присвоил эту высокую честь быть первосвященником, но получил ее от того, кто сказал ему. Вот здесь появляются слова, которые очень часто многими трактуются некорректно, неверно. «Ты сын мой», в синодальном варианте «я ныне родил тебя». В современном переводе у нас сказано «я отныне отец твой». Но вот это выражение «я ныне родил тебя» очень часто понимается буквально некоторыми читателями Библии в том смысле, что у сына есть начало. Во времени, что было время, когда не было его, а потом он появился на свет, в буквальном смысле он был рожден. И в качестве библейской поддержки этой версии используется, в частности, вот этот текст, который повторяется здесь, поскольку в первой главе эти слова уже есть. Да, эти слова уже есть. Что на самом деле хочет сказать апостол вот этими словами? «Ты сын мой», «я ныне родил тебя» или «я отныне отец твой». Что на самом деле, какой смысл заключен в этих словах? Пожалуйста. Ну, может быть, это некая попытка передать роду человеческому, поскольку мы от Господа из-за нашей греховности оторваны для того, чтобы передать и продемонстрировать вот эту тесную взаимосвязь между отцом и сыном, Христос является в образе сына и демонстрирует нам вот эти вот очень близкие отношения. То есть он, как сын, он показывает, что он представляет собой отца. Замечательная мысль, да. Образ отца и сына нам очень близок, очень понятен. Это свидетельство очень тесных отношений, внутрисемейных отношений. Но почему мы не можем вот этот образ понимать буквалистки, так как, скажем, в свое время Арий, пресвитер Александрийской церкви, истолковал, как вот здесь на земле сначала должен быть отец, потом у него появляется сын. Почему мы не имеем права толковать это выражение вот таким образом? Вот, кстати, обратите внимание на то, что апостол цитирует здесь. Да. Что он цитирует? Вот эти слова у нас в современном переводе выделены жирным. Да, псалом. Сто девятый псалом. Сто девятый и еще какой? Псалом второй. Второй, совершенно верно. Псалский псалом. Да, в чем особенность второго псалма, в котором встречаются вот эти слова? Там говорится о царе израильском, которого Бог, по всей видимости, в процессе коронации, когда в момент помазания царь провозглашался как Божий представитель, сын Божий. То есть идея сыновства в данном случае, она выражает особый характер отношений, который существует между Богом и вот той личностью, которая названа сыном. Мне кажется, что вот в церкви, ну в ранней церкви достаточно, я имею в виду не Новозаветния, а уже позже, в период отцов церкви, достаточно точно уловили, когда в формулировке символа веры, описывая Иисуса, была использована такая фраза «рожденный, несотворенный». Вот это вот как бы соединение вот этих вот двух, рожденный, несотворенный, призвано пояснить, что значит рожденный. Рожденный значит нетварное существо. Вот, а уже как бы что касается его статуса, то в первой главе там четко показывается, что он называется Богом, образ ипостаси. Совершенно верно. Итак, если во втором псалме не говорится вот в этих словах о буквальном рождении, а эти слова сказаны в контексте помазания на царство, да, интронизации, вот, то тем более здесь мы не должны понимать эти слова буквалистки. И почему, как вы думаете, апостол приводит все-таки эти слова здесь, в своем послании, вот, в каком контексте мы должны интерпретировать эти слова «ты сын мой, я ныне родил тебя». Ну, опять же, подчеркивается, да, помазание Иисуса и особо его статус. Какой статус, о каком статусе, о каком помазании в данном случае идет речь, послание к евреям? Ну, прежде всего, первосвященник. Да, священнический статус и царский статус. То есть, в этом смысле он обращается ко второму псалму, в котором говорится о царстве, поскольку в Израиле царь – это соправитель верховного божества, для Израиля – это Яхве. Вот, а к 109-му псалму он обращается как к его первосвященническому, такому первосвященническому. Спасибо. Давайте прочитаем из 109-го псалма, потому что это очень интересно, из 109-го псалма четвертый текст. Автор послания к евреям не конкретизирует, он просто говорит в другом месте, Бог тоже говорит, и вот он приводит слова. «Поклялся Господь и не раскается в том, ты священник навеки по чину Мелхиседека». Спасибо. «Ты священник навеки по чину Мелхиседека». Слова тоже достаточно загадочные. Вот что это за чин такой Мелхиседека и кто такой Мелхиседек? Пожалуйста. Из Бутея 14-й главы мы знаем, что это был царь Салима. И интересно то, что он был не просто правителем, он был еще и первосвященником, совмещал в себе две вот таких важных функции. И интересно то, что он назван царем правды и царем мира. Да, это мы узнаем уже из книги «Бытие», да? Из 14-й главы «История с Авраамом». Чем знаменательна эта история? Что делает Авраам, когда он встречается с царем Салима? Авраам приносит ему десятину как представителю Господа. Совершенно верно. Спасибо. Давайте прочитаем о Мелхиседеке первые три стиха седьмой главы «Послание к евреям». Этот Мелхиседек царь Салима, священник Бога Всевышнего, встретил и благословил Авраама, возвратившегося после разгрома царей. Ему отделил Авраам десятую часть от всего, добытого в сражении. Имя Мелхиседек означает прежде всего царь праведности, но он также царь Салима, что значит царь мира. Об отце и матери. Его ничего неизвестно, ничего мы не знаем ни о его родословии, ни о начале дней, ни о конце жизни, но подобно Сыну Божию он остается священником на все времена. Достаточно загадочная личность. Мало что мы знаем о нем. Но как мы понимаем, Мелхиседек – это все-таки представитель рода человеческого, он от нас, от людей, или здесь все-таки речь идет о необычном богоявлении, то есть в роли Мелхиседека выступает сам Сын Божий, как вот в случае с Теофаниями в Ветхом Завете. Или, может быть, здесь под Мелхиседеком понимается ангельское существо, если у него нет ни отца, ни матери и так далее. Что вы можете сказать на сей счет? Ну, на самом деле, предлагались разные толкования. В этом смысле, то, что я сейчас попытаюсь сказать, это не претензия на правоту, но одно из толкований заключается в том, что предлагают версию, что это может быть Сим, сын Ноя. Причем, если мы читаем очень внимательно родословную Сима и высчитываем годы жизни, то мы видим, что Сим умер позже Авраама на пять лет, хотя он родился еще в допотопные времена. Поэтому это некая попытка представить или найти нового, так скажем, человека, первосвященника, который будет продолжать вот эту вот, так скажем, родословную избранного народа Божьего. Спасибо. Ну, это одна из версий. Может быть, просто нет информации о родственниках, о родителях. Тем не менее, это образ Иисуса Христа. Это однозначно образ Иисуса Христа, и апостол его развивает здесь, говоря о первосвященническом служении сына Божия по чину Мелхиседека. А почему не по чину Аарона? Мы же знаем, что это служение принадлежало роду Аарона. Вот здесь, в этой же седьмой главе… Да, собственно, вся седьмая глава этому посвящена, объяснить, почему по чину Мелхиседека. То есть, получается так, что в пятой главе сказано о назначении Иисуса по чину Мелхиседека, потом шестая глава – воззвание, чтобы люди серьезно отнеслись к этой вести, а в седьмой главе начинается объяснение. И связано это с тем, что в израильском обществе священниками были избраны Аарон и его потомки. Законом было предписано, каким образом осуществляется передача функций первосвященника от отца к сыну. И читаем даже, есть описание, когда от Аарона передавались полномочия его сыну. Иисус не принадлежал к колену Левиена, уж уж тем более к семейству Аарона. То есть, никаких формальных прав с точки зрения того законодательства, которое существовало в земном святилище он не имел. И вот как раз таки это и дает толчок для той мысли, которая развивается, что Иисус – первосвященник по чину Мелхиседека. Потому что Мелхиседек не имеет родословный, как Иисус не имеет родословный. Но тем не менее, царь Иисус тоже провозглашен «ты сын мой», то есть как царствующая особа. Вот, и одновременно с этим первосвященник. Но не в земном святилище, потому что в земном святилище действует другой закон, и другие священники совершают служение. А Иисус – священник небесного святилища. Наверное. Да, спасибо большое. Есть что-то добавить? Да, если можно. Да, пожалуйста. Причем интересно, что поскольку Христос в себе сочетает царские и первосвященнические полномочия, мы видим, что Господь, в общем-то, на протяжении всей истории ветхозаветной, Он запрещал, чтобы цари принимали на себя священнические прерогативы. И мы видим всегда такую резкую отповедь со стороны пророков, когда цари пытаются это сделать. Мы видим, что царь Саул, когда приносит вместо Самуила, который, как известно, был и судьей, и священником, и пророком, он выступает в роли священника, приносит жертву, сразу же появляется Самуил, который говорит, все, Господь нашел себе царя по сердцу своему. Царь Озия, который, будучи царем, в общем-то, неплохим, но он также входит в освятилище, берет кадильницу, начинает кадить, и тут же покрывается параказой, и по закону, собственно, книги Левит, он удаляется от стана. Вот таким вот образом, проводя последние дни своей жизни в болезни, будучи отверженным от престола. То есть это очень серьезное, грубейшее нарушение в глазах Божьих, когда цари пытались брать на себя священнические прерогативы, поскольку это некое уподобление тому, кто только один это может сделать, при этом не нарушая, так скажем, царских своих полномочий, ни священнических. То есть он, только Христос может в себе вот таким вот образом очень гармонично сочетать и царя, и первосвященника. Как вы думаете, нельзя ли сделать вот такой вывод, оглядываясь на историю христианства, что церковь где-то вот узурпировала эту власть небесного первосвященника, совершающего служение в небесном святилище, и приковала взоры грешного человека к храму земному, к конституту земного священства, к земному алтарю, к земному таинству, и оправдана ли вот эта практика земного священства в новозаветнюю эпоху? И как понимать слова апостола Петра из 2 главы 9 стиха, где он говорит о том, что вы царственное священство? В каком смысле человек может, и мы, представители церкви, можем выступать в этом статусе, в священническом статусе? Что это значит? Ну, священнический статус, о котором говорит Петр, он распространяется на всех, то есть нет никакого деления внутри церкви на священников и как-то обычных или простых смертных. В этом нет ничего странного, даже с точки зрения послания к евреям, потому что Иисус, как первосвященник, представлен в послании к евреям, как тот, на кого мы должны взирать, как наш начальник и совершитель веры. В 12 главе сказано, что смотрите, следуйте его примеру. То есть как бы мы идем этим путем. А наше священство в чем заключается? Наше священство, да, Петр говорит это в контексте праведной христианской жизни. Да, чтобы возвещать совершенство призвавшего. Совершенство, да, призвавшего. То есть в Христе, да, здесь не идет речь о наших спасительных функциях, да. Мы не являемся этим мостиком спасительных для грешников. Мы лишь помогаем нашим, так сказать, согрешникам, да, обратить внимание на Христово совершенство, на то, что Он истинный первосвященник, который является нашим спасителем. Хорошо, поскольку время наше закончилось очень быстро, но я думаю, что мы будем продолжать и дальше, в последующих уроках раскрывать эту очень важную тему. Я хотел бы задать вам последний вопрос. Вот коротко, пожалуйста, каждый из вас ответьте. Какую значимость имеет первосвященническое служение Сына Божия Иисуса Христа в Небесном Святилище для вас лично? Мне кажется, что вот исходя из того, что мы уже говорили, Христос может сострадать, Он как первосвященник может быть снисходительным, потому что Он был на этой земле, Он знает, с чем мы сталкиваемся. Поэтому мы Ему можем полностью доверять, как нашему первосвященнику. Спасибо. Иисус Христос, как никто другой, как, наверное, вообще совсем никто, понимает истинные мотивы тех или иных поступков, которые мы совершаем. И поэтому, когда человек и каждый из нас раскрывают душу, он может быть уверен, что даже если мы не понимаем своих истинных мотивов, что Христос откроет, что Христос покажет и выведет на правильный путь. Спасибо, хорошо. Ну да, вот, наверное, вот эта идея того, что спасение будет совершено. То есть теперь уже нету никаких преград, препятствий, нету никаких трудностей, потому что первосвященник совершенен, жертва совершенна, скиния, в которой он совершает служение, совершенна. Поэтому это гарантия того, что спасение будет совершено раз и навсегда. Укрепляет нашу уверенность в Христовом спасении. Друзья, продолжайте исследовать эту очень важную тему, поскольку сам апостол, автор послания к евреям, называет эту тему главным. В восьмой главе, в первом тексте он пишет, главное же здесь то, что теперь у нас такой первосвященник, который воссел справа от престола Владыки Небесного, и служение совершает он в Освятилище истинам, которое сам Господь поставил, а не человек. Если это главное для автора этого послания, эта тема должна быть главной и для всех нас сегодня. Мы ожидаем вас в следующий раз на очередном уроке субботней школы. Сегодня мы с вами прощаемся. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok